Татьяна Грац. Я тебя слышу. Человек нуждается в том, чтобы его услышали. Я поняла это, когда вокруг меня сомкнулся кокон равнодушия. Вечно скандалищие родители, подруга интересующаяся только своими проблемами, парень, отношения с которым превратились в привычку. Если старенькая кушка стала моим утешением, а йогурт — единственный из-за стресса едой, значит, что-то пошло не так. Что именно, я осознала только в тот день, когда меня действительно услышали. Но сперва услышала я. Звуки музыки, взволновавшие мое сердце. Пролог. Сижу в своей комнате и чувствую, как у меня дрожат руки. То ли от злости, то ли от нервов. Скорее второе, потому как еда, съеденная час назад, просится наружу. Еле сдерживаю в себе это ощущение. Плакать уже не хочется, ведь слезы слишком шумные. Они могут преломить те крики, что за стеной. Страшные вопли, когда мой отец орёт благим матом. А мама подхватывает и продолжает. «Как же так? Мы семья. Я всё ещё жду, что это закончится». Мама войдёт в мою комнату и признается, будто это розыгрыш. Лживая сценка, отрепетированный скандал. «Ты меня достала! Дай спокойно отдохнуть после работы!» «Так нет же! Пилит и пилит, и пилит и пилит! Тебе надо пилой работать на лесопилке!» — кричал отец. «Да-да-да! Тоже мне мученик нашёлся! Между прочим, кто ужин приготовил, кто квартиру всю отдравил, ты хоть что-нибудь замечаешь вокруг себя? Я устала уже от всего этого, ты даже мои элементарные просьбы не выполняешь!» — не уступала мама. И так по кругу. Когда аргументы заканчивались, родители замолкали. Всего на минуту, потом находилось что-то ещё. Они не могли спокойно поделить пульт от телевизора, сталкивались на тесной кухне или спорили, кто и где сегодня ляжет спать, потому что в одной постели спать уже не хотели. И давно. Мне жаль осознавать, что я не выдержала в этот раз. Просто оделась в любимые чёрные джинсы, отыскала первую попавшуюся майку, взяла ключи и вышла из своей комнаты. По пути к заветному выходу я обернулась и наткнулась на тарелки, которые по-прежнему стояли неубранными на столе в кухне после ужина. В сердце что-то скрипнуло. Я едва сдержалась, чтобы не завернуть на кухню, ведь меня приучали к порядку. Я должна была помочь и убрать грязную посуду. Но иду дальше. Родители в зале, отсюда меня им не видно. Их голоса немного утихли, но это не изменит моего решения. Мне нужно выспаться как следует. Обуваю ботинки и тихонько прикрываю за собой входную дверь. Несколько лестничных пролётов, и я уже рядом со своей машиной. У неё подбит правый бок. Одна фара скоро померкнет. Краска на бампере осыпалась. Однище съела ржавчина. Это не удивляет, когда машине почти пятнадцать лет. Но она моя любимая старушка. Ласково зову её окушко. Как и другие водители, свои автомобили ВАЗ-1111. Я купила её сама в том году с рук. На большее мне просто не хватило денег. Но машина нужна, чтобы ездить в универ на работу, мотаться по делу и без дела. Как раз сегодня был подходящий случай. Я убежала из дома от шумных родителей. Пусть поломают голову, подумают над своим поведением, а я перекантуюсь у бабушки. Она живёт недалеко, примерно десять минут на машине, если без пробок. А вот и первый звонок. Я за рулём. Телефон вибрирует на соседнем сидении. Хочется выкинуть его из машины, потому как сейчас я не готова разговаривать с мамой. Где было её внимание, когда я сидела за ужином? Почему какое-то обычное поглощение еды должно было закончиться очередным скандалом? Мне этого не понять. Пусть звонит. У меня нет магнитола в окушке, а так хоть какая-то музыка. Добираюсь до бабушки. Она тоже живёт в квартире. Одна. Поднимаюсь на лифте. Негромко стучу кулаком по двери, надеясь, что бабушка услышит, но не испугается звука. Внутри квартиры работает телевизор. По-любому вечерний сериал. Бабушка их обожает. Может сидеть за ними до полуночи. На удивление, дверь достаточно быстро открывается передо мной. И я вхожу. «Привет, я переночую здесь». «Маша, что так поздно? Ночь на дворе. Ты на машине?» «Да». «Опасно. Что же ты даже не позвонила?» — причитала бабушка. Но всё было понятно по моему взгляду. Я так зыркнула на неё. В моих глазах читалось многое. От полного угнетения до раскалённой злости. Я перестала терпеть эти чувства и переживать их в себе. Ещё немного, и я брошусь на эту старую женщину с объятиями и со слезами, чтобы обо всём рассказать. Держу себя в руках лишь из-за того, что не хочу делать ей больно, настолько больно. «Опять они за своё», — догадалась бабушка. Я молча кивнула и закрылась в комнате. Когда-то эта комната была моей детской. Старые обои с милыми животными. Прикроватная розовая лампа, узкая кровать и мой маленький письменный стол. Очень давно мы с родителями приходили ночевать к бабушке и дедушке. Я спала в этой комнате. По воскресеньям мы гуляли в парке и катались на каруселях, ели мороженое в стаканчиках. Но всё ушло. Осталось в прошлом. Дедушка умер три года назад. Родители стали ненавидеть друг друга. А я из милой златовласой пятилетней девчушки превратилась в дылду с умершими от краски светлыми волосами. На той неделе мне исполнилось девятнадцать лет. Родители, конечно, устроили мне праздник. Сначала всё шло неплохо, как задумала мама. А потом вмешался папа, сделал что-то не так. И пошло-поехало. Это как кукловод дёргает за ниточки. И кукла начинает двигаться. То же самое происходило в нашей семье. Стоило папе дёрнуть за опасную ниточку, начиналось движение. «Маша здесь, у меня. Всё хорошо». Нужно было догадаться, что бабушка обязательно позвонит маме, своей дочери. Она всего лишь выполняет свою функцию по заботе. Заботится обо мне и о маме. Но больше не лезет в скандалы. Она их терпеть не может. Поэтому разговор заканчивается на фразе «Всё хорошо». Бабушка не решается зайти. Я чувствую её рядом с дверью. Присаживаюсь на кровати, готовлюсь к новой эмоциональной волне. Через пару секунд она входит. Неторопливо перебирает ногами, как ещё говорят, семенит. Садится рядом со мной и кладёт свою тёплую ладонь поверх моей. Мне не становится легче. Ты уже взрослая девочка. Тебе нужно научиться контролировать себя. Не позволяя эмоциям овладевать тобой. Бабушка, но ведь у вас с дедушкой всё было по-другому. Мы тоже иногда ссорились. Потом мирились. Всё было. А как же? Это жизнь. Бабушка странно улыбалась, поглаживая теперь мою костлявую спину. Хочешь чаю? А можно питьевой йогурт? В холодильнике. Специально для тебя стоит. Бабушка тихонько похлопала меня по плечу и поднялась на ноги. Это означало, что я должна пойти за ней. И не важно, что йогурт можно выпить прямо в комнате. В этом доме было своё правило. Вся еда только за столом. Пришёл в кухню, сел за стол, поел и вышел. Никаких перекусов перед телеком. Я упала на кровать и закрыла глаза. Мне так хотелось оказаться в параллельной вселенной. Стать кем-то другим и сделать всё иначе. Мечтала начать всё сначала. Отключить свои чувства. Забыть свою жизнь, как плохой сон. Но реальность держала меня здесь. По-прежнему на плаву. Перед глазами стоял незаконченный универ, в котором я училась на лингвиста. Рассорившиеся родители, прожившие до этого душа в душу двадцать лет. Моя маленькая работёнка в ресторанчике быстрого питания. И та самая мама мамы, позаботившаяся обо мне в этот вечер. Мои мысли перебил звук сверху. Я взглянула на часы и довольно хмыкнула. Подобное уже происходило. Каждый вечер в 21.00 в бабушкином доме этажом выше разливается музыка. Кто-то играет на фортепиано. Примерно года четыре, если не больше. Звучала классика, современный рок и парочка совсем неизвестных мне мелодий. Сегодня это был бах. Точное название композиции сказать не могу, да и в телефоне искать лень. Клавиши то грозно брякали, то мелодично разыгрывались. Но было всё равно грустно. Я представляла себе маленького мальчика, хотя могла быть и девочка, которого заставляли играть, потому что надо. Что для него готовили родители? Судьбу прославленного пианиста? Неужели ещё кто-то верил, будто остались места на этом поприще? Мне казалось, что знаменитых пианистов сейчас столько же много, сколько и юристов. Другое дело, если этот мальчик сам изъявлял желание играть. Теперь мне представлялся тёплый свет лампы и маленькие пальчики, бегающие по клавишам. Рядом с ним сидела женщина, его мама. Она аккуратно переворачивала нотную тетрадь, чтобы мальчик не останавливался и продолжал играть. Может быть, в этой комнате ещё находился отец и пил свой вечерний чай под баха. Почему нет? Ведь здорово, когда можно представить подобное. Жаль, что в моей семье такое больше не представляется возможным. Маш, идёшь? Позвала бабушка из кухни. Конечно, иду. Меня ждёт ещё много вечеров с бабушкой. Я никуда не уйду из этого дома пока. А что пока? Пока мои родители окончательно не разойдутся? Или я жду, что они помирятся? Одно было ясно точно. Я больше не выдержу наблюдать их ссоры. Поэтому пока останусь здесь. В доме, где ещё существует семейный очаг, не погаший благодаря маме мамы.